Друзья, уже несколько раз сталкивался с сложными ситуациями в поездке. Это были проблемы с документами, проблемы с машиной и проблемы общего характера. Каждый раз я обращался в посольство Российской Федерации в той стране, где у меня возникали такие вопросы. Я уже обращался в Гане, обращался в посольство в Анголе и сейчас так сложилось, что я обращался в посольство ЮАР. Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые работают в посольствах России за границей. То есть реально очень отзывчивые, всегда стараются помочь, всегда хотят помочь даже больше, чем просто сотрудники по-человечески. Хочу просто сказать большое всем вам спасибо, вы молодцы. И всем могу сказать, если у вас возникла какая-то сложная ситуация за границей, не бойтесь, обращайтесь. Я уверен, вам помог. Всем доброе утро, мы находимся в городке Херманус, недалеко от Кейфтауна. Вчера мы ныряли с большими белыми акулами, сегодня у нас небольшой тайм-аут. Значит, мы остановились вот в таком домике. Мы с Лешей живем здесь, вот его кровать, вот это моя, вот такой домик, вот такая вот душевая. Вот наш красавчик стоит, вон видите, люди бегают с собаками. Вот вам Южная Африка, но вот совсем не напоминает Африку, абсолютно цивильная страна. Не устаю это повторять, очень цивильная страна, едьте сюда все, здесь все спокойно и интересно. Вот, значит, такой вот большой дом, вот эту часть хозяева сдают. Вот здесь большой холл, там проходит завтрак и какие-то, может быть, собрания. И вот здесь вот тоже несколько номеров есть под сдачу. Вот, называется Сан-Дубай Каунтри Лодж. Сан-Дубай – это городок, в котором мы находимся. Так, вот здесь вот у нас уже сидят, кушают. Приятно, где-то. Так, здесь не кушают, здесь уже поели, наверное. У нас вот такой завтрак. Что у нас на завтрак сегодня дают? Ну, достаточно цивильно, мюсли всякие, фруктовый салат, сыры разные, варенье, тосты. Ну, я так не знаю, можно еще заказать что-то из серии там яичница и так далее. Свежевыжатый сок. Но самое главное, смотрите, что в этом доме есть. Панорамные окна с видом на Атлантику. Представляете, вот так вот жить, сидеть по вечерам и смотреть на Атлантику. Вот здесь дорожка. Люди на велосипедах ездят. Бегают с собаками. И океан фигарит. Вообще красота. Приехали с Лешей на винодельню. Будем пробовать местное вино. Винодельня в какой-то деревушке находится маленькой. Такая вся аутентичная. Все в таком стиле сделано. В африканском. Сейчас зайдем, узнаем, что почем. Здесь сразу какие-то еще растения продаются непонятные. Сейчас узнаем, вам покажем, расскажем. Вот нам принесли закуску. Сейчас мы будем пробовать. Это совсем местное винодельня. Это очень местное. Я имею в виду, что это не экспортно. Это не экспортно. Не экспортно. На самом деле, что мы получаем, что это очень ботик. Мы не производим большие мнения. Мы производим небольшое количество винодельня. И чтобы убежать, что качество будет хорошая. Вместо того, чтобы производить и экспортить. Ну, чтобы подписаться на этот случай. Давай, давай. Повечай. Давай. Давай. Вот мы пробуем Савиен Блан. 2012 года в этот год этого вина было выпущено всего лишь 12 тысяч бутылок. Как они рассказывали, до 40% всего винограда они выбрасывают обратно на землю не самого лучшего качества винограда, чтобы удобрять. И вот этот весь сок, и вот этот весь вкус винограда уходит обратно в землю и насыщает землю. И через 2-3 года вырастает новый виноград, который просто потрясающий вкус. И они делают так на протяжении уже долгих лет. Поэтому у них как он сказал, бутиковые вина но опять же, бутиковые вина в ЮАР стоят 7, ой, 5-10 долларов за бутылку. Это на производство. Запах такой настоящий. Да, кошачий. Кошачий. Кошачьей мочи. Такая тоже, блин. Ну это фишка, это у Савиньон Блана. Вино 9-го года, бутиковая, коллекционная, завоевавшая медаль. Стоит 10 баксов. Вот такое вот вино. Парден Клофф Ширас. Называется The Long Road. С 2009-го года купаж. Два года хранится в бочке, в дубовой. И потом раздевается к бутылкам. Прикольно. Зашли в винный магазин. Сейчас будем все эти вина покупать. Здесь заметно прохладнее. Вон, всякие награды. Good-in-Wine Show и так далее. Так, ну что, вот наш Ширас 9-го года, который мы выбрали. И вот Каберна Савиньон 9-го года, который мы выбрали. 10 баксов и 15 баксов. Да. Но это реально вина, реально бутиковая. Реально вина, которая пойдет в коллекцию. Не которая просто выпить во время пьянки, а реально вина в коллекцию. Вот еще одна винодельня. Нашли тут. Называется Стэттун Селлар. Погреба Стэттуна. Сейчас посмотрим, что здесь есть. По виноградникам только что проехали. Свернули к ним на участок. Вот Wine Tasting Delivery's Office. Поехали. Ну что, направо пойдешь, пьяный уйдешь. Ты готов? Да. Пошли? Всегда готов. Всегда готов. Кстати, один из наших спонсоров, компания Фонагория. Все, вино кончилось, мы вынуждены догоняться южноафриканским вином. Сравниваю, так сказать, российское и южноафриканское. Так, вот наше менюшко, мы сейчас будем пробовать. Для тех, кто забыл, цены не можете делить на 13. Вы получите цены в долларах. Вот вины 3, 4 доллара. Ну, 3-4 доллара за бутылку. Вина, соответственно, новые. 15, 16, 14 года. Сейчас будем их пробовать. Вот такой вот вид, как обычно сидишь, с видом на виноградники и зеленую травку, деревья. Очень круто. Ну, у них у всех так виноградники построены, на самом деле. Это у нас первая, она сказала, пиногриджио. Пиногриджио 16 года, только выпущенная, только разлитая местность по бутылкам. Достаточно легкая и простоя. Такое очень легкое, я бы сказал. Как? Да, как сок. Реально как сок. А мне нравятся более насыщенные вкусы. Такие, что прямо интересные. Это прямо такое очень простенькое. Очень фруктовое, легкое вино. Превосходно для жаркого лета Южной Африки. А то пробуем. Как сегодня. Сегодня пока что 19 градусов тепла. Время 11 часов утра. Или дня, у кого как. На самом деле, да, мы ехали по Африке. Знаете как, мы ехали из проклады в жару. Во влажность, в дикую жару. И сейчас мы опустились на Юг Африки. Снова в проклады. Ну, везде виноград, вообще везде. Мы едем вдоль дорог, я не знаю, наверное, каждые несколько километров стоят винодельни и виноградники. Попробовали с Лешей все сорта, которые тут есть. Вот, видите, два, две страницы. В итоге я остановился на том, что я хочу взять портвейна. Портвейн 2008 года. Куча медалей всяких разных. Стоит 50 рандов. Разделить на 13 примерно 4 доллара. 3, 3,5-4 доллара за бутылку. Портвейн 2008 года. Практически как 3 семерки столько же стоит. 150 рублей, 200. Только тут портвейн коллекционный, 2008 года. Произведенный прямо тут же, на память останется. Потом в следующем году вскрою и выпью 10-летний портвейн на какой-нибудь дате классной. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...